Фактически всегда берется на саппорта. Так что, я думаю, что неудивительно будет, если Эдвард на ней сыграет. Тем более, Эдвард очень хорошо разбирается в том, какие чемпионы прямо сейчас сильны в мете. И Энни к ним относится. Господи, что со звуком? Он так тонально... О, господи. Ладно, я надеюсь, что... Я просто не пойму, откуда эта вообще проблема может браться. Как будто кто-то сидит и на пульте этот... Как-то я не знаю. Так, Джинкс и Зайра для Никсара и Димонки. И вот Зайру, я думаю, от Димонки можно было ждать. Но, опять-таки, ее редко было видно. То есть, он играет на... В основном Фидле и Нами. Иногда берет Трэша, иногда вроде как Зайру может взять. Очень редко Лулу Сона, но и их тоже может. Но чаще всего все-таки это Фидл и Нами. Так что, неудивительно будет, если это будет что-то экшеновое и что-то пассивное, возможно. Но вот Джинкс и Зайра много экшена на ботлейне могут сделать. Да, это будет Джинкс и Зайра. Что гамбиты берут? АДК, скорее всего, и... Мид. Это Ори на Мид. И для Аликса. И для Генжи, наверное, сейчас. Вряд ли будут АДКРи на ласт пик оставлять. Но это очень редко, когда команды оставляют на ласт пик АДКРи. Ори и Вай очень сильная связка. Опять-таки, если Энни даст хороший контроль, все может получиться. Увидим, что из этого выйдет. Вай, кстати говоря, да, вот к таким чемпионам относится очень с хорошей инициацией. И Ренник, сразу же берется Ренник для Дарьена. Это, наверное, один из самых сильных Ренниктонов вообще в Европе. И один из тех людей, который продолжал на нем нон-стопом играть, не останавливаясь вообще ни на секунду. Все лето и всю весну, хотя был период, когда Ренника практически перестали пикать на прост-сцене. Его место заняли там какие-то АП-шные жесткие топперы, там типа Элис, Кеннона, Райза, там... Кого только не пикали в то время на топ-лейн. И ласт пик, кстати, будет АДКРи. Вот что-то мне подсказывает, что там может быть какая-нибудь типа МФ-ки. Ну что-то такое неожиданное слегка. То есть Генжа прячет. Генжа прячет то, что он хочет взять. Кстати говоря, Дрейвен сюда интересно как зайдет, потому что, то есть Никсарта может сыграть на Дрейвене. Он был абузером Дрейвена очень долгое время, но тогда это соло-мид-джинкс от Фомки, что вряд ли. Да, кстати говоря, Фомка очень долго играл на соло-топ-квин, когда он еще был топпером. И это, видимо, будет соло-мид-квин от Фомки и Джангл Джарван от Димашки. Дабл-АДКРи композиция, причем оба шорт-рейнджа ДКРи. Редкая достаточно композиция. Варус. Генжа просто берет Варуса ласт-пиком. Ничего удивительного, ничего неожиданного. Ну что ж, сейчас посмотрим в итоге, куда кто пойдет, потому что Джинкс тоже может быть соло-мид, но это будет соло-мид-квин от Фомки. Кстати говоря, я видел, что Алекс тоже иногда гоняет на Квин против, более того, против Ори он ее иногда берет. Специфически или не специфически, я точно не знаю. Ну что ж, как это сработает, очень хороший вопрос. Рейнджи низкие у Редов, да, это явно заготовка. Они явно, ну как бы им было все равно, что забанят Гамбиты, потому что они взяли то, что хотели, по сути. Я практически на 100% уверен, что они ожидали бана Федла и ожидали бана Люциана, как минимум. Что такое Double AD Carry? Это очень жесткий пуш, это очень жесткий Харас Верли Мидлейна. Кстати говоря, классный очень логотип у Редов. Ого! А кто это у Никсара нарисован на руке? Я даже не знаю, если честно. Окей. Окей. Даймонд будет у нас на Вай гонять. Вместе с Ори это может очень сильно получиться. Вообще не знаю, против Ори брать двух не самых рейнджовых АДК, когда она может стянуть просто по два и кого угодно, но это очень опасно. Мне, если честно, сетап Редов в кои-то веки не кажется слишком уверенным, потому что Фомка безусловно взял свой комфортный пик, потому что Квин это один из его мейн героев, то есть он может на ней забожить вполне спокойно. То есть посмотрим, что из этого, конечно, получится. Медведь, просто медведь, окей. Я думал, может, это было похоже на, знаете, из третьих... О, господи, из третьих. Шестых Звездных Войн, как они? Эвоки, по-моему. Вот он на Эвока был похож, этот медведь. Если честно. Так. Или это похоже на медведя в костюме штурмевика из Звездных Войн. В общем, в любом случае, у меня есть ощущение, что Никсар большой фанат Звездных Войн. Итак, поехали, друзья. Первая игра. Ред на синей стороне, гамбит на красной стороне. Что из этого всего получится? Я все еще ставлю на гамбитов, тем более по сетапу. Да, мне не очень все еще нравится Варус ККД Кэрри, тем более там... Хотя, господи, а кого ему будет, ну, убивать реально? Кто будет убивать Варуса в этой игре? Тут, дай бог, чтобы Фомка и Никсар справились с Рениктоном Дарриэна. Кстати говоря, Вард снимается. Очень осторожно сейчас гамбиты играют. Но Генжи вообще встал где-то непонятно в своей части леса. На красном бафе, никуда не хочет идти. Вообще, в какой-то веке мы не видим каких-то... Ну, просто команду, которая бегает в пятером и пытается что-то там провардить, да, понять, кто куда пойдет. Вообще, по-хорошему, Реника оставлять против Шиваны, это такое дело. То есть, Шиваны все равно будет фармить. И это все равно может быть проблемой. Так, мне надо чуть-чуть тише сделать звук. Я не знаю, он просто рандомно прыгает. Операторы, конечно, сегодня не очень на высоте, если честно. Блин, да че так громко-то, лол. Ну, я не знаю, как у вас, у меня очень громко просто. На минимальной громкости все равно идет очень жесткий звук. Так. Энни, кстати, флеш игнает. Зайры тоже игнает. Топеры игнает. Вот единственное, что у Алекса барьер взят на Ори. То есть, кого-то заберстить, снять за, там, допустим, Рудзайры, ульту Зайры и бёрст, который даст Квин, да, и потом туда же попадается ультануть Джинкс. Будет сложно с количеством барьеров и количеством жира на других героях, которые есть. Кстати говоря, Дабла идет стоять против Даблы. Гамбиты абсолютно спокойно поставили Варуса и Энни на топ. Реника против Шиванны. Кстати говоря, насчет Дарина, я практически уверен, что он отстоит очень хорошо этот топ-лейн. Возможно, даже выиграет его, что не так просто, кстати говоря, в матчапе Реника против Шиванны 1 на 1. У нас какие-то левел-1 экшены идут от Файриса, кстати говоря. Он неплохо таки разменялся. Вообще, очень многое там зависит от Рунок и Мастера, безусловно. Но они, скорее всего, абсолютно стандартные, так что... Так, тут тем временем Дарин хочет сделать ФБ на Файрисе, делает еще один... Еще одну кьюшку и не добивает Шиванну. Она потратила флэш-эгнайт, и Дарин выиграл сейчас, по сути, топ. Потому что у него очень много састейна, особенно когда рейдж больше 50, да, сейчас просто одна кьюшка. И у него, ну, там, не фулл-хп, но Шиванну уже трейд этот ни за что не выиграет просто. При этом подойти даже к рипам она не может. Вот, пожалуйста, третий левел. Дарин выигрывает рейду. У Файриса Фомка выдвигается на бот. Попытка загангать рейника. Дарин очень... Нет, нет, Дарин! Дарин не будет делать то, что делает Дарин, потому что есть вард и контролится все очень хорошо. Кстати говоря, конечно, связка ультов, у гамбитов намного сильнее выглядит. Хотя бы потому, что у редов, допустим, да, ульты не такие, во-первых, ауешные. То есть там ульта Джинкс может зайти, но она редко используется как какой-то ауе-дамажащий ульт, да. Он используется больше как ульт для добивания, там, или, может быть, если прям все в пятером рядом встали. Там тоже касается Квину, который ульт достаточно бесполезный для тимфайта в плане дамага, да. И с другой стороны там Ори, которая может просто... Особенно учитывая то, что здесь мид очень сквешовый и АДК тоже очень сквешовый, да, оба, да, дабл АД кэри. Если Ори даст хороший ульт, то там за один тимфайт, за одну ульту Ори и Квин, и, соответственно, Джинкс могут поехать. Реник в два раза по фарму опережает. Ну, Дарин, конечно, очень хороший Реник. Даймонда здесь видит. Стендардом своим Димашки. И хотят запушить бот-лейн Дарин и Даймонд, отменяют бэк Файрису. Даймонда остается красным, а тем временем Алекс пытается выиграть трейду Фомке, прожимает барьер, у него больше ничего не остается, и Фомка может сделать ФБ, а может и не сделать, крипы по нему бьют. Прыгает еще раз, а Аликсич забирает ФБ, господи, как? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вроде все так четко сделал сейчас Фомка, но в последний момент, последний шар Аликса добивает Фомку, и Алекс один на один забирает ФБ. Это очень сильно ударяет по Квин, тем временем могут Генжу принять. Только что бэкнулся Эдвард, Генжу цепляют, барьер прожимается, флэш прожимается, Генжа получает еще Вэшку от Джинкс и уходит в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой, как все было сейчас опасно для Генжи и минус Квин на миде. Но топ-лейн, реды, то есть даблу, реды очень хорошо выиграли, потому что у них остается флэш, барьер и флэш. Эдвард, Генжа прожали все самонеры, ужас. А Дарьян ушел в проксе Реника. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это очень большие проблемы для Шиванны, потому что пока что танковать крипов она не может, у нее ничего нет. А Реник еще не бэккался! Он даже не бэккался еще, у него просто пятый левел. У него просто пятый 38 крипов на 23 Шиванны. Файрис не отменит бэк. И сейчас будет Джайантс Белт, наверное, да, или что-то? Или все-таки не хватит на Джайантс Белт? Да, Джайантс Белт с первого бэка ударена. Без киллов, без ничего, просто вот Джайантс Белт с фарма. Фух, какое интересное начало получается в этом матче. Алекс покупает каплю, естественно, и второй Дорон. Это очень неприятно, я думаю, сейчас для Фомки, потому что когда Ори собирает каплю, по урону она очень жесткая. Плюс Серафс Эмбрейс, конечно, суперский предмет для Ори. Дополнительный щит, представляете, как сложно будет убить эту Ори и как нужно ее будет убить, потому что у нее будет барьер, у нее будет, соответственно, свой шилд, и у нее будет еще и Серафс Эмбрейс. Это просто неубиваемая Орианна практически. Дарьян, кстати говоря, уходит на топ. Даймонд тем временем приходит на дракона. Здесь Дарьяна могут сейчас... Не, ну, убить его вряд ли убьют, хотя сейчас, если у Зайры откатится рут... Да, Дарьян вынужден прожать ульту. И дракона застеляет ли Фомка, и Димашки, нет, не стеляют, забирают гамбиты драконы, а Дарьян уходит на топ-лейне. Хорошее начало для гамбитов, средненькое начало для редов, но не такое плохое, как можно было бы. Трипл Дорон на Джинкс! Вот это, кстати говоря, то, что я очень редко вижу на Джинкс, потому что ей очень рано любят собирать всё-таки БТ, поэтому ей... Ну, чем раньше вы соберёте БТ, чем раньше вы его настакаете, тем лучше, как Дарьян всё-таки отлично фармит на арене. Кстати говоря, у него нет ульты, поэтому надо быть осторожным, потому что у Шивана-то ульт есть, у неё есть Игнайт, поэтому Дарьяну нужно, ну, очень осторожным быть. Сколько Доронов? Погодите, у редов сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь Доронов у редов на команду. Это огромное вложение в early game. Прыгает Файрис, уворачивается слайсом, продолжает трейдиться здесь Дарьян, но Дарьян умирает, конечно же. Файрис просядет, но явно не умрёт, хотя и лоу-хп он. Но топ-лейн вряд ли падает, потому что здесь Вайя рядом. У Вайя причём есть Assault and Battery, как бы сейчас Файрису флэш не пришлось прожимать. Тем временем на миде Алекс Димашки находит. Алекс хочет забрать Димашки, продолжается размен. Димашки очень лоу-хп ультует, и Алекс барьером забирает. Господи, этот Алексич еле живой, еле живой с дабл-бафом теперь. Какой кошмар. 2-0 Ариана, 71 фарма. Вот что значит, человек очень сильно трайхардил последние дни в Сулуку в своём. Ну и тут, конечно, была грубая ошибка от Джарвана. Он хотел удивить Ариану своей ультой, не удивил вообще никак. У Алекса был барьер, и реакция была сейчас абсолютно идеальная. А у Никсара нет ничего, кроме трёх Доронов. Но это очень печальная ситуация, потому что Ори Руа? То есть это будет Руа, Серафс, Эмбрейс, и... Это будет очень жёсткая и очень жирная Ариана, которую вообще невозможно будет убить. Я просто не знаю, как бы... Вообще, когда Ариана фидится вот так сильно в начале игры, когда у неё при этом топовый фарм, причём топовый с хорошим отставанием, а на втором месте Генжа... Слушайте, я действительно не помню в последнее время игр, где Генжа реально был бы, ну так, с хорошим преимуществом по фарму. Ну то есть, это без обид, просто Генжа такой стиль игры, он очень осторожный фармер, да? Поэтому... Поэтому так обычно и получается. Тем временем на боте Эдварда убивают! Ну покажите, что за экшен на боте-то! Энни убили просто, и всё. При этом Димонка фулл-хп, Никсар фулл-хп, там была, видимо, ульта Джинкс, которая добила. Дарьян врубает ульт, начинает драться с Файрисом. У Файриса, да, накапливается на ульту тоже сейчас, наконец-то. Приходят Димашкина топ, сейчас будет попытка принять Дарьяна. У Дарьяна есть ли Слайс эндайс? По идее есть, хочет развести Файрис на Слайс эндайс. Не разводят, и вот он пошёл. Раз, два, есть ли флэш? Флэш есть, выфлэшивается из-под ульты Файриса. Дарьян! И уходит, будут дайвить, будут дайвить. Сейчас Дарьяна Файрис, что делает? Сейчас убить его могут здесь! Файрис! Они в итоге с Димашкой делают, чё, 3-2 в игре, ставится пауза. Очень много экшена в первые несколько минут игры. Пока что всё, весь этот экшен разворачивается. Правда, вот без участия джанглеров особых, потому что вот это был, по-моему, первый нормальный ганг. Ну, то есть, Алекс убил на миде просто Джарвана один в один. Вот, а так всё более-менее, ну, без Вай, без Джарвана обходилось. То есть, вот Вай вообще пока не может найти место для гангов, для своих. За кого болеть? Болеете за кого хотите? Я болею за красивую игру. Я чуть-чуть больше болею за редов, потому что, ну, как бы, у гамбитов всё в порядке. А вот реды, если выиграет крупный международный турнир, ну, реально есть шанс, что вторая СНГшная команда будет хорошая. Конечно, вероятность того, что гамбиты реально пройдут, точнее, реды пройдут гамбитов, а потом вслед за ними клауд-найнов очень мизерные, даже практически нереальные. Но они есть. Они есть. Вообще, конечно, то, что Генжи с Эдвардом без шансов проиграли бот, а это именно так и называется, в том плане, что они трейды не могут выиграть. Конечно, у Генжи всё в порядке с фармом. Вот приходит как раз Даймонд на Assault and Battery, ультуется Фомка, это минус Фомка, Даймонд уйдёт. Уйдёт. Да, причём он очень хорошо даже задоджил последний тавер агро, то есть он отошёл в сторону так, чтобы вышки... Выйти из-под рейндж вышки, а не просто уходить по линии. В очках Спартаком на руке. Это... это Никсар. Я единственное, что не знаю, кто... кто из них... Сейчас, погодите, я пойму. Нет, не пойму. Они сидят не по позициям. Я точно знаю Никсара, Димонка и Фомка, а дальше, к сожалению, я не в теме. Может, кто-нибудь знает из тех, кто смотрит стрим. Фух. Какие-то лаги у нас в игре. Крайний справа Файри. Спасибо, окей. А, возможно, и нет. То есть я... Я бы доверял, если бы это кто-то из семипрошников с ангарных написал. Может, лично просто знает человек. У гамбитов-то всё понятно. Справа Крайний Генжи, там дальше Олексич, потом Даймонд, потом Генжи. Всё как обычно сидят. Господи, сколько Доранов! Посмотрите, они сделали пирамидку из Доранов. У Шиваны один, у Джарвана два, у Квин два, а у Джинкс три. Итого получается восемь Доранов на одну команду. Вы представляете? Восемь Доранов это почти четыре тысячи голды вложены. Во что? В Дораны. Какой кошмар. У гамбитов из такой голды вложено... Ну, тот же самый Доран Шилд, мы его не считаем. Один Доран у Вай, два Дорана у Ори. Это восемьсот и ещё три по пятьсот. Это две триста. То есть они вложили в два раза меньше, объективно говоря, в Дораны. Так что, очень жёстко. Реды вложили свёрли. И это, в принципе, правильно, потому что им надо сейчас науболиться как-то. Потому что рассчитывать на то, что они за счёт тимплея обыграют команду, которая играет вместе уже там три года. Вот причём таким составом они, ну, играют два с половиной года. Последние полгода они играли без Эдварда. Но плюс-минус, как бы, Эдвард прекрасно знает, что делали гамбиты это время. Гамбиты знают, что умеет делать Эдвард, короче говоря. Напоминаю, что это всё ещё патч 3.13. Отсюда мы знаем, что Доран стоит 475, а не 440, как в патче 3.14. Так что всё по-старому, всё по-доброму. Квинт покупает бруталайзер. Абсолютно неудивительный на неё предмет. Это такой АДК, которого можно билдить в армпен в чистый практически вообще. То есть пытаться кого-то забёрстить. Другой вопрос в том, что там будет Ори, у которой будет Роа. И как-то там кого-то бёрстить будет очень сложно. При этом у Алекса 140 фарма. Это Роа собранная, что при капле и двух Доранах за 12.5. Ну... Окей, тут просто остаётся пожелать удачи Рэдам в том, чтобы отыгрывать такое. Потому что такая накормленная Ори в руках Алекса вряд ли будет легко проигрывать игру. Потому что всё бы ничего, но Ори это большая проблема. Там то, что Дарья на топе 0.2, так он при двух смертях при этом эверфармит на 25. Да, и... Ну, как бы всё равно по голоде он от Старшиваны за счёт её двух киллов и вышки. Ну, там у Дарья на есть дракон с другой стороны. Но, тем не менее, у Дарья на всё всё равно нормально. Ну, то есть, относительно того, что он не покупал Доран Блейд, например. Да, Санфайр он соберёт плюс-минус в одно и то же время. Там, джанглеры... У Вай есть килл, у Джарвана есть только смерть, да, и ассист один. Ну, а про мидеров вообще там. Но у Коминс там преимущество на полторы тысячи у Алекса за 13 минут. Так что... Ну, Алексич просто в своём стиле, да, это то, чего нельзя допускать. Это то, кстати говоря, с чем справлялись фнатики, с чем справлялись корейцы и с чем не могут справиться реды. Алекс фармит. Это нельзя допускать, потому что в этом он хорош, в этом его сила и в этом его слабость. Вы знаете, что он делает, вы знаете, где он делает. Пойдите и убейте его. Но нужно это сделать. Как бы, да, пока у Рэдов это не получается, Алекс просто будет собирать себе там 300 за 25 и потом попробовать убить такую Орию. Ну, то есть, серьёзно, это будет практически невозможно. Хороший дотшот. Генжи тем временем на боте. Единственная проблема пока... Ну, то, что всё-таки у Шиваны 2 килла, да, то есть она может выйти в опасную стадию игры. Ну, и то, что батлейн в трейдах, именно вот когда доходит дело до киллов, то Джинкс и Зайра сильнее оказываются, чем Варус и Энни. Но, тем не менее, Генжи отлично фармит, плюс у Джинкса всё-таки 3 дорона, да. Генжи научил. Сам тем временем Димонку просто ваншотает. Конечно, ульт неплохой. В итоге Даймонда подбрасывает. Джарон врывается сюда. Алекс стягивает 2... Их сколько урона! Алекс живёт! Минус 2! Да, Эдвард забирает даблкил. Ох уж этот Эдвард, старый добрый. И никто из гамбитов не убирает. Минус 3 от Рэдов. У Алекса 3.03 Ори и 160 крипов. И второй дракон сейчас достаётся гамбитам. И Шиванна сюда не успела. И сейчас просто... Вы поймёте, в чём сила Дорона. В том, что сейчас гамбиты вернутся с серьёзными слотами, а Рэды вернутся ни с чем. Вот что с Бека купили себе Рэды? Квин купила себе Пик Экс. Джинкс купила себе БФ. А у Варуса сейчас будет, скорее всего, БТ. Ну вот, скорее всего, у Генжи. Я не уверен, что там есть уже настолько, учитывая то, что киллы ему не приходили. Но, возможно, он фармит до БТ. Сложно сказать, когда это будет. А Ори тем временем собрала себе Сикерс. То есть это ещё 1200 каплю она продолжает нон-стопом стакать. Я думаю, что эта капля будет готова, ну, где-то к 22-23. И по-нормальному, учитывая тайминга её сборки, учитывая то, что всё-таки это Ори. Ну, не карту, чтобы стакать каплю вообще за минимальное количество времени. Но, тем не менее, достаточно быстро происходит стаканье. Да, Файрис. Единственный минус, когда Шиванный вот так вот против Рейника. По размену-то на этой стадии Файрис, по идее, должен выигрывать. Хотя, фиг знает, Дарьен ультует. Не, Файрис выигрывает по размену. Причём он не ультовал даже. Дарьен просто уходит на ульте. Единственный минус, что вы вынуждены запушивать. То есть, Рейник в крайнем случае может уйти в сейв-вариант. Он просто отходит под свою вышку и начинает фармить этих миньонов. И всё. То есть, в остальном, конечно, Шиванна суперкомфортно стоит против Рейника. И ей можно по-разному, кстати говоря, играть. Можно через Sunfire. Некоторые начинают с какого-то лайфстила. Там, с Билдж-Уотера или Вампирика или Боттерка. Когда дособирают его, в зависимости от преимущества полученного. Даймон приходит на батлейн. Гангает Димонку. Димонка отфлэшивается. Но это не очень поможет. Никсара тем временем ставят в 2 ульты. Минус Никсар за секунду. Практически 7-3 в пользу гамбитов. Джинкс погибает. И это ещё минус куча фарма. И это, возможно, минус вышка. Потому что у Генжи уже есть БТ. Очень хорошие ульты идут от Генжи. Немножко они накладываются на ульту Эдварда. И получается, ну, где-то буквально там секунда несоответствия. Чтобы прям идеально стояли контроли. Но это не важно. Потому что киллы идут, а это главное. Тем временем у Алексича 190. 190. Это будет, скорее всего, там какой-нибудь Серафс Эмбрейс. Тем временем Фомку находит. Фомка пытается заланить Генжи. У него это не получится. Генжи шикарный флэш делает. На развороте стрелу. Вышел из-под ульты Зайры. Ещё и разворачивается вперёд. Идёт. Шивана врывается. Еле живой Димонка. Даймонд забирает. На флэше пытается уйти. Господи, что творят гамбиты. Это просто нереальное что-то. У Эни, кстати, есть синий баф. Генжи просто трейдится с Димашкой. Но это, кстати, он зря, мне кажется. Немножко делает. Генжи! Нет, не убил. Не убил. Ульта была ещё у Джарвана. И Эни всё-таки умерла. Но да. Тут уже гамбиты почувствовали силу в этот момент. А Дарин-то всё это время топ забирает. Ну да. Эта игра очень не в пользу Рэдов. Потому что у Алекса бешеный фарм. Дарин забрал топ-лайн вышку. Это 3-1 сейчас будет по вышкам. Оба дракона в руках гамбитов. И следующего дракона Рэдам уже вряд ли, ну, следит как-то забрать его. 0-2-0, правда, Дарин. Единственное, что там, да, киллов особо у него нет. О, это минус файрис будет. У него ульты нет. Есть только... А, флэша тоже нет. Идёт ульт. 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 От Алекса не идёт почему-то. Может, он боится, что кто-то придёт на подмогу файрису? Хороший вопрос, кстати. Как-то немножко странно получилось. Потому что... Может, подумал, что они не убьют просто Шиванну. Тоже такой... Вариант вполне допустимый. Архангел Став на Арианне за 19 минут. Архангел Став и Родов Эйджис. Это предметы, которые можно собрать ещё и с Сикерсом, ещё и с Дораном. Предметы, которые реально собираются минут за 25. То есть, Алексич опережает график на... Ну, минут 6, как минимум. То есть... И это... Даже если бы всё было так, это всё равно было бы окей, потому что это Ори. Потому что Ори действительно такой соло-мидер, который в соло может такую игру потащить потом. Поэтому начало она может там спокойно, тем более, что это Квин, да. Её урон не всегда реально предсказать. И она там... Может творить красивые вещи всякие. Но... Как только будет с Рафсом Брейс, Ори неубиваемая. АП бешеное количество. Единственное, что вот... Сохраняет Покореда в этой игре, это Шиванна и Джинкс. Потому что у Джинкс есть килл и есть БТ. При плюс 3 Дорана, это хорошее количество АД. И Шиванна, у которой 3-0. И у которой всё в порядке. С флэша обрывается Эдвард! Ой, красиво, как сейчас Фомка задоджил ульту Генжи. Ну, там немножко Генжи, наверное, не среагировал на... Инициацию Эдварда. Там было видно, что гамбиты не хотят её поддерживать. Они просто хотят пушить. Учитывая то, что Джинкс здесь нет. И вот проблема в том теперь, что у Эни нет ульта на момент начала тимфайта. Да, и поэтому гамбиты разворачивали. Ну, и не только поэтому, потому что отчасти рискованно. А у Генжи что-то... какой-то новый билд на Варуса. БТ, взил. Это атак спид. Это как-то очень странно, если честно. Потому что билд через БТ Last Whisper, ну, не считается генжевским. Он считается достаточно оптимальным на Варуса. А тут Генжи сам меняет своё направление, скажем так, в билдах. Отказывается от старого доброго АД. В итоге, кстати говоря, Даймонд, при том, что вначале там без его особого участия всё прошло. 2.05, голем, скоро Аегис будет. И... Ну, он достаточно жирный, достаточно дамажащий для того, чтобы этого было достаточно вполне сейчас. Кстати говоря, Рэды пытаются взять Дракона. Возможно, Гамбиты этого хотели и теперь просто хотят подраться здесь. Потому что вот он уже, Дариан, здесь. Да, Файрис стоит в кусте. Его видно было, он стоял на Варде, он прыгает вперёд. И стяжка только одного Файриса стягивает толком сейчас. Это не очень удачно получилось. Генжи там кайтит полтора часа просто к Виннету. Закайтил минус Файрис и шатдаун-то ещё и для Варуса. Ой, какой хороший ульт от Генжи прилетает! Минус Никсар 100%. И Димашка только разве что на комби уйдёт. Никсар даже флэша барьера не поражал. Да. 13.5 в пользу Гамбитов. Очень хорошая игра идёт у них. Дарин начинает уже потролливать немножко. Сторона. Похоже на то, что либо вышка, либо сторона. Сейчас посмотрим, насколько Гамбиты жадные. Да, жадные всё-таки. Вообще успевают. Генжи бы ещё остался, они бы ещё быстрее всё это сделали без всякого риска тогда. А так вот сейчас, возможно, тимфайт, в котором Генжи уже не будет. И... Ну, нельзя прыгать на эту Ори. У неё серавс Эмбрейс уже есть. Это просто противопоказано. Тем более, у неё откатывается сейчас ультимейт. И... Блин, лагает у меня теперь с самого источника. Сейчас немножко видим там какие-то у исходного этого проблемы. О, господи. Вроде мы ничего не пропустили. Хотя... Все ещё и бэкнули. Стяжка в троих от Аликса. Минус! Димонка сразу же минус! Димашки минус! Сразу же ещё и Фомка. Даблкил для Аликса. Это ГГ. Это всё. Здесь Рэдам уже нечего ловить. Это можно и фэфить просто. И их поймёт кто угодно. Потому что... Ну, Аликс ловил момент, когда Рэды стояли втроём рядом. Это опять-таки рейнджа нет, чтобы стоять вот против Ори. Нормально. Дабл-АД композиции. Гаммиты просто идут финишировать. Первую игру. Очень красивая, очень хорошая победа. Добротная. Ой, куда Дарин там пошёл? Он решил протянуть игру ещё немножко, видимо, да? Что это реально можно было зафинишить. Генжи, по-моему, ультой или промазал, или в одного кого-то попал. Файрис, откайте ли? Потому что у Ори бешеное количество урона. А вот Генжи с ульты всё-таки падает. Зайра и Дарин ещё и сейчас умрёт. Ну вот... И Эдвард умер. Сейчас Гамбитов заэйсит. Дарин доприкалывался, скажем так. Минус Аликс. Ой. Окей. Кстати говоря, пирамидка поменялась. Теперь она превратилась в змейку. Ещё и Реды сейчас пытаются Барона взять. Ну, Гамбиты, мне кажется, просто уже начали фигнёй страдать, конечно. Но Реды-то не начали. Понимаете, в чём нюанс? Реды-то не начали. Реды-то сейчас Барона возьмут. И хоть у них и нет на одной вышке на Нексусе, у них всего одна сторона улетела. Даймонд! 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 У него-то левел повыше, по идее, чем у Джармана Даймонд не успел. А чё он даже не захотел, видимо, да? Окей. Хотя у него левел... Не, такой же левел практически. Не, ну я вижу, там, по-моему, Эдвард улыбается просто сейчас. Ну, вот, по крайней мере, было ощущение, что он улыбается. Потому что... Ну, что-то невероятное произошло. Да, ведь под фонтаны это не то, что нужно делать в Лиге Легенд. Это, кстати говоря, не очень свойственно гамбиту в последнее время. Какое-то, знаете, такое... Когда они ловят волну и начинают потом уже и веселиться отчасти. Когда-то они таким любили заниматься, там, иногда, да, время от времени. В последнее время, когда, скажем так, победы доставались намного сложнее, перестали. А вот сейчас опять чё-то какая-то такая тема пришла. Но вряд ли Реда смогут реально чё-то развернуть, потому что Ори слишком нафиженная. У неё есть Жоня и там под 450, наверное, сейчас АП что-то в этом районе должно быть. Не, меньше. 400. Генжи, БТ, Фантом Дансер. Ух ты, что-то новенькое. Ну, пушится так, конечно, намного быстрее и веселее, но тем не менее. Ну, господи, и качество проседает. Нафига этот источник такой фиговый? И зачем его дают стримерам, если оригинальный не лагает? Без проблем. У меня просто на параллельном... Там ещё другие звуки идут из игры. То есть, там, комментаторы и все дела, и... То есть... Даймонд начал куда-то залазить уже очень глубоко. Хотят прям задайвить гамбиты очень сильно. Начинается тимфайт. Ну, блин, ну вот каждый раз заметил. Ага, это Алекс, по-моему, просто всех стонул. Там четверых стяжка прошла, и... Это просто эйс мгновенно идёт редов, и... Гамбиту без шансов тут выигрывают тимфайт. Ну, вот теперь можно идти и финишировать. Я надеюсь, без всяких дайвов-фонтанов это обойдётся. И Гамбиту абсолютно спокойно. Эдвард! Подождите, это был даблкил, а кто ещё отдался? Алекс? Ну ладно. 21 на 12 заканчивается эта игра с таким счётом. Гамбит гейминг ожидаемо одерживает уверенную, лёгкую победу в первой игре. Посмотрим, как пойдёт дальше. Я просто сейчас попробую. Может, у нас какие-то альтернативные варианты есть? Потому что, ну, это не вариант. Вот так вот. Эээээээээээээээээ... Так вот. Ну и отвергаешься. Нет. 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 Продолжение следует...